привет всем бонжур с вами французская деревня и я анжела сегодня на мне красный шарфик накинут небрежно красный потому что тема о которой мы будем говорить она такая очень яркая болезненная ну а небрежно накинуть шарфик потому что эта проблема решается сегодня мы поговорим о ревности вы задавали мне много вопросов когда я говорю что я не ревнивая многие из вас не верят когда-то в молодости я тоже была ревнивая вы знаете первый раз когда я почувствовала что я очень сильно ревную человека которого люблю я просто сбежала я вот бросила все в том числе вот оставила этого человека и убежала очень-очень далеко чтобы не видеть его больше чтобы забыть его и я очень не хотела ревновать конечно мы могли бы пожениться его очень любили женщины а он был очень галантным я была не уверена что он сможет отказывать женщинам которые его любят и поэтому было ясно что скорее всего всю жизнь меня будут обманывать в том смысле что ну придется мне ревновать его каждому столбу я предпочла уехать потом когда мне было наверное 22 года у меня был любимый человек и мне в определенный момент мы поняли что у нас ничего не получится я решила что мы расстаемся а он встречаясь уже где-то параллельно с другой девушкой он еще не решил кто из нас лучше я тоже решила и было ясно что нам не быть больше вместе но когда он захотел как бы вернуться и я отказала ему он сыграл спектакль с одной из моей неприятельницей что как будто он вот начинает встречаться с ней что у них сейчас будет большая любовь вы знаете поддавшись вот этому наплыву эмоции этой волны ревности я как бы вернулась к этому человеку но это было на несколько дней потом мы расстались а потом потом уже когда я стала думать почему я ревную и потом когда я уже стала больше задумываться о том что это ревности приносит мне плохого и хорошего наверное медленно я уже не помню но я как-то постепенно пришла к тому что я не ревную вообще никого то есть я априори понимаю что никто не принадлежит мне каждый человек это отдельная вселенная это отдельный человек со своими чувствами со своей жизнью со своими воспоминаниями со своими эмоциями он не принадлежит мне даже мой ребенок мне принадлежит и мне у него своя жизни своя судьба своя душа, свои желания, свои планы. Иногда сам человек не знает, что завтра будет с ним. Почему же я должна держаться за какого-то другого человека мёртвой хваткой, как будто это моё кольцо с бриллиантом. Это вот очень важно понять, что никто нам не принадлежит, что любой человек в любой момент может отвернуться и уйти от нас или просто полюбить другого человека. И ещё, конечно, я со временем научилась принимать, понимать тот факт, что любые отношения, они непредсказуемы. Гарантий нет ни у кого, ни у меня, ни у вас, ни у президентов страны, ни у кого нет гарантий, что кто-то нас сегодня любит, но также будет нас любить и завтра, и послезавтра. Вот эта неопределённость в отношениях присутствует всегда. И если понимать это, то как-то становится легче. Очень многие психологи, а за ними немного-много-много людей, повторяют одно и то же изо дня в день. «Любите себя, любите себя». А я повторяю изо дня в день. Пусть другие меня любят. А я смотрю на себя очень таким трезвым взглядом. Вот здесь хорошо, вот здесь не очень хорошо. Вот здесь ты хорошо сделала, а здесь не очень. Пусть другие меня полюбят. А я буду развиваться и буду делать всё для того, чтобы быть интересной себе и людям. Очень важно понимать, что мы не можем нравиться всем и каждому. Человек, который уверен в себе, который не сравнивает себя каждый день, вот, а с теми с этим, ой, ой, у него волосы чернее, ой, у него глаза зеленее, ой, у неё ноги длиннее. Ну и что? А у меня своя индивидуальность. Человек, который уверен в себе и знает, что мне красота самая главная в этом мире, этот человек понимает, что он не может всем нравиться. Вот смотрите. Некоторые из вас писали мне, что я очень мотаю, слишком много мотаю головой. Я приняла это во внимание. И я стараюсь держать как-то голову прямее и не мотать особо головой. Я посмотрела свои видео и я согласилась с вами. Да, вы правы. Не надо мотать слишком много и активно головой, потому что это мешает восприятию зрителей. Или кто-то написал мне, что я камеру вот так вот делаю, и голова кружится. Принято, согласна. Но когда приходят комментаторы и пишут мне, это Анжела дура дурой, извините, я вам ничем не смогу помочь, понимаете? И ищите тех, кто умнее, которые уровнем интеллекта доходят до вашего уровня. Кто-то любит меня, кто-то меня не очень любит. Я это принимаю, я знаю, что так бывает. Кто-то меня сегодня любит, а завтра раз любит. Так тоже бывает. И это жизнь. Мы не можем это контролировать. И здесь переходим к следующей теме. Вот этот контроль. Есть люди, которые постоянно хотят контролировать. Им нужен абсолютный контроль над другим человеком. Они ищут телефоны проверять. Они звонят, а где ты, каждую секунду. Человек, который вот так вот контролирует, он может не то, что остановить нас от каких-то нехороших умыслов, а наоборот. Вот из этой зоны всеобщего и абсолютного контроля хочется вырываться. Хочется вырваться, уйти и не вернуться. Если кто-то хочет нас обмануть, поверьте, мы не сможем ему помешать это сделать. Еще есть такой момент, конечно, он не годится для всех случаев и для всех людей. Когда один из партнеров вечно где-то там скрыто в подсознании хочет идти налево, он считает, что вот другой тоже этого хочет, а может быть уже и делает. То есть каждый судит по себе. Если вы принадлежите такому типу людей, ну поймите, что это вы такой человек. А партнер-то, а он совершенно другой человек. Если резюмировать эту тему, если вам интересен мой опыт, а опыт, кстати, плохой опыт, если когда-то раньше вас обманули и вам изменили, этот плохой опыт тоже может стать основой для ревности. Просто помните, что у вас есть этот опыт, что так уже случилось. Но знайте, что вы ничего не сможете сделать, если вот сегодняшний партнер тоже решит вам изменить. Вы знаете, когда мой бывший муж изменил мне, он очень просил никому об этом не говорить. и не разводится. Наверное, он где-то в глубине души надеялся, что он вернется потом, и его простят и примут. Я не хочу утверждать, что я была права, но я знала с самого начала, что я не приму обратно. Для меня измена – это предательство. Я считаю, что если человек хочет изменить, он хочет быть другим человеком, если человек влюбился в другого, то он сначала должен закончить предыдущие или настоящие отношения, поставить точку и идти с чистым сердцем, с чистой совестью в новые отношения. Если же человек так гаденько, да, позорно обманывает партнера, изменяя, то для меня это предательство. И я не то, что не прощаю предательство, я просто его не забываю, и я знаю, что предавший один раз предаст и второй, и третий раз. Поэтому, когда мне изменяют, я думаю, ну, тебе же хуже. Жить во лжи, жить в предательстве, вот жить в этой атмосфере для меня – нонсенс. Ну, это просто выше моих сил. Наверное, мои мужчины чувствуют это. Я никого не держу силой возле себя. Я абсолютно автономно уважаю свое личное пространство и умею ставить границы. Но в то же время я прекрасно понимаю, что нужно уважать личное пространство другого человека. И нужно понимать, что другой человек – это другая вселенная. Напишите мне, пожалуйста, с чем вы согласны из того, что я вам рассказала, с чем вы не соглашаетесь. Что вы думаете о ревности? Лечится ли это? Или можно как-то уменьшить зло? В одном из следующих моих видео я хочу вам рассказать о том, как мы познакомились с мужем, потому что было много вопросов на эту тему. Но я попрошу вас угадать, где мы познакомились. На сайте знакомств? Во время моего отпуска во Франции? В брачном агентстве? Или во время его командировки в Москве? Попробуйте, пожалуйста, угадать. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Кто еще не со мной, подпишитесь на мой канал. Пишите комментарии, жмите на колокольчик, ставьте лайки, если вам нравится мое видео. Или дизлайки, если вам видео не нравится. А самое главное, будьте здоровыми и счастливыми. Берегите себя и берегите друг друга. До новых встреч. Au revoir. A bientôt.